Город Усолье-Сибирское превратился в зону экологического бедствия после того, как там было остановлено и закрыто градообразующее предприятие Усолье-Химпром. В 2020 году в составе национального проекта «Экология» принято решение о рекультивации этой промышленной площадки. Федеральный экологический оператор предприятия Госкорпорации «Росатом» ведет работу по ликвидации накопленного вреда в нескольких направлениях. Первое – нейтрализация загрязнения ртутью. Его источник – цех ртутного электролиза. В процессе рекультивации демонтирована наземная часть опасного объекта. После установки противофильтрационной завесы по периметру цеха проводится демонтаж его подземной части. Все строительные конструкции и загрязненный грунт извлекаются и обрабатываются. Второе направление работ – перетаривание аварийных емкостей с токсичными веществами, которые были рассредоточены по площадке завода и представляли угрозу залповых выбросов. Третье направление работ связано с консервацией стволов и околоствольных пространств скважин рассола промысла. В эти скважины годами закачивали опасные вещества, которые образовывались на химическом производстве. Четвертое направление – строительство герметичного ограждения нефтяной линзы вдоль берега ангары. Устройство этого защитного экрана позволит избежать угрозы попадания опасной органики в воду Севирской реки в период паводка. Реализуемый проект предполагает не только первоочередные меры по ликвидации накопленного в ряда бывшего у Соли Химпрома, но и дальнейшее развитие этой промышленной площадки. На ее территории планируется построить современный экотехнопарк. Новое предприятие займется обезвреживанием уже накопленных объемов веществ загрязнителей и предложит современные технологии физико-химической переработки и демеркуризации сторонним заказчикам. Итогом этих работ станет комплексная реабилитация у Солья Сибирского и новый этап социально-экономического развития города. Продолжение следует...